настоящий мужчина хочет двух вещей опасности и игр именно поэтому ему нужна женщина как самая опасная игрушка друзья вы смотрите женский журнал xxl woman tv и сегодня с вами алена ламская и глеб давыдов мы начинаем и сегодня в программе вы увидите пятая серия проекта мы худеем болит что себе плохо голова кружится секреты самых вкусных брендов это абсолютно новый продукт является здоровым продуктом сейчас пользуется большой популярностью у молодежи о расставаниях белорусских артистов а нам стало вместе достаточно сложно и вот именно в этот период появился саша тайны личной жизни звезд шоу-бизнеса официальный партнер программы белок дорогие друзья гости нашей сегодняшней программы телеведущая анна эйсмонт анечка доброе утро доброе утро анна эйсмонт телеведущая будучи школьницей мечтала стать модельером но в итоге поступила на факультет журналистики бгу прошла кастинг на первом курсе попала в группу радио и телевидение имела практику на радио работала моделью в милане и берлине кредо по жизни все к лучшему они ты училась на факультете журналистики всегда хотела работать на тв нет не всегда это где-то возникло в десятом классе меня такое желание даже не работать на тв а стать журналистом и узнала куда надо поступать все узнали все получилось первого раза абсолютно с первого раза и наверное самое главное это когда есть дикое желание вот я захотела и все вот и все шло к этому прям как свыше какое-то вот знамение об отчаянных и активных людях далее в нашем сюжете лишний вес все еще мешает жить вы так и не пришли форму к летнему сезону а вот шесть наших героев почти месяц борются со своими недостатками и уже достигли результатов вытягиваемся вверх рыба и крат я очень рада плохо голова кружится партнеры проекта бренд будь здоров медицинский центр кровира и фитнес-клуб джинджер неделю назад ольге была сделана операция по удалению лишнего жира липосакция но сегодня она чем-то озабочена очень волнуюсь потому что расстроена я заметила что у меня над швом затвердела кожа не переживайте так как данная картина увиденного после липосакции является нормой поэтому на ранних этапах подключается реабилитационное мероприятие это массаж и лфк уплотнение как у ольги в народе называют барабан вот барабан который сам по себе тело отдельно живот отдельно эти затвердения они становятся уже во время процедуры мягкими мы будем способствовать ускорению регенерации ткани самое время обновить гардероб а чтобы помочь ольге мы пригласили стилиста александра керенюка и дизайнера наталью лиховец у нас есть прекрасный верхний торс который нужно подчеркнуть а не спрятать в этот бау бесформенный мне кстати нравится что убрали то что надо оставили все что есть александр и наталья постарались подобрать несколько комплектов исходя из типа ее фигуры у вас тип фигуры яблока я бы подчеркнула талию потому что это очень возможно сделать при помощи одежды объемный верх немножко объемный низ и все затягиваем поясом мне кажется даже не подойдут берем одни на двоих с удовольствием да мне кажется после операции они не будут милковатым ольга преобразилась удивив всех окружающих давно не видел маму такой красивой мне нравится ее внешний вид я хочу чтобы навсегда выглядело так а у второго нашего героя константина случился кризис пищевой кризис здесь хочется в последнее время просто ужас вообще просто нереально друг у меня еще есть такой что у него дом дача шашлычок банька и вот он у меня уже вторые выходные приглашает знаю как сдерживаюсь родители недавно пригласили тоже меня родители готовят классно там целый стол ломился рыба и крат ну все что угодно вообще супер ну что я съел яичко и пошел слезах домой всего 20 процентов людей соблюдают диету достаточно долго для достижения цели нам мешает чувство голода но можно ли обхитрить свой организм я вам подскажу один очень простой но очень выигрышный вариант смысл его в том что в стакан воды мы добавляем пару капель лимона затем мы добавляем красного перца все это перемешать и выпить этот напиток он ускоряет обмен веществ стакан такого напитка способен сжечь 10 калорий пусть орехи любишь обожаю вот один из хороших способов обмануть аппетит это миндаль миндаль и содержится антиоксиданты витамины b и е то есть это очень полезный продукт а вариант который уже полюбился нашим участникам пюре и нектары будь здоров так как в пюре с мякотью содержится большое количество питательных веществ например витамин c отвечает за наш иммунитет сосуды центральную нервную систему витамин е предотвращает от сгущения крови а вот у ульяны сегодня насыщенный день с утра процедура в медицинском центре каравира сурелит это воспаление подкожной ткани с нарушением микроциркуляции и лимфоотока в них по текстуре различают три вида целлюлита один вид фиброзного целлюлита имеет мелкую картину апельсиновой корки а дематозны большие бугры с впадинами а вечером родители возвращаются из путешествия необходимо привести квартиру в порядок но на тренировку я не попала поэтому я решила совместить приятное с полезным и сжигать калории во время того как я буду убирать ульяна что пропустила тренировку это конечно очень плохо сама понимаешь да ну а тебе предстоит уборка часовая уборка пылесосом сжигает до двухсот пятидесяти калорий постарайся во время уборки двигаться максимально активно при некоторых видах такой активности как уборка даже тратится еще больше калорий например там мыть ее окон 450 калорий в час так что постарайся убираться активно не жалей сил для усиления эффекта можно включить любимую музыку и подтанцовывать а чтобы еще подышать свежим воздухом можно погулять собакой хозяйка ретривера курса о спорте с собакой знает не понаслышке ульяна на сегодняшний день существует очень много видов спорта с собаками такие как фристайл это танцы с собаками фризби это в ростки тарелочки и также есть еще от жильте это преодоление барьеров и препятствий на скорость объединилась это все вдох фитнес который имеет массу преимуществ во время прогулки можешь сбросить много калорий лишних лучше твой обмен веществ самое позитивное что может быть это действительно погулять и побегать собаками последнее время павел солист группы тени толкай очень раздражительный да и так все 8 утра встал тут мотаюсь туда-то сюда и туда надо сейчас мне к тебе ехать через весь город бросают на людей организм требует еды а ее не достает как-то нервы от этого шалят привет ну как дела бывали получше конечно а я сегодня для тебя подобрал такую тренировку как пилатес эво она не только поможет тебе подвигаться укрепить мышцы но и лучше себя почувствовать копчик тянется вверх и переходим вперед закрой глаза прислушивайся к ощущениям в своем теле пилатес эво это комбинация пилатеса кундалини йоги функционального тренинга такой подход делает вас эмоционально ментально и духовно сильнее расширяет сознание и соединяет ум и тело здорово помогает мало того что ты учишься контролировать свое тело так еще ты как-то приводишь в равновесие свои мысли свои чувства солистка трио инжир тани сейчас обучается на права девушка на финальном этапе все девушки я очень невнимательная я очень какая-то не то что тормознуто ему то есть такое пространстве немножко не ориентируясь расстоянием есть проблемы разворот движение задним ходом повороты налево направо парковка чтобы научить стану лучше ощущать пространство тренер фитнес-клуба джинджер решила организовать оригинальный и полезный отдых что у нас сегодня для себя такое предложение попробовать такой замечательный вид активного отдыха как сегвей когда-нибудь пробовала кататься нет давай попробуем это тебе поможет и с твоими водительскими навыками ну как ты себя чувствуешь уже увереннее знаешь уже как-то немножко получше во время катания на сегвей очень важно держать равновесие мышцы бедер ног спины и пресса находится в тонусе просто нереально я вообще я сейчас буду наверное постоянно тут зависать на этой неделе в самой сложной ситуации оказалась аня что такое что случилось садись 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 а не что плохо голова кружится давай надо срочно пульс померить давай померим пульс аня самая старательная участница из всех у нее прекрасные результаты что же скажет врач а не расскажите пожалуйста о своем режиме дня питания много нарушает я количество калорий меньше оказывается чтобы ускорить результаты а не пренебрегла советами тренера девушка не доедает почти 500 калорий сколько вы спите ну когда как например сегодня два часа с и на зубы ее организм не выдерживает интенсивных занятий мышцы не успевают восстановиться за время сна а недобор калорий не то что приведет к похудению а наоборот доведет до критического состояния они советую сделать вам перерыв на некоторое время посмотрели и сказали ну что мне надо временно отдохнуть неизвестно насколько это что как может быть даже придется проект покинуть аня ты что как мы столько времени тренировали столько было вложено что делать я не хочу я я не для того столько старалась да я я понимаю что я сама виновата я не знаю что делать нам бы очень хотелось чтобы они остались нами в проекте будет ли это так мы узнаем на следующей неделе а вы смотрите нас каждую неделю скоро финал в ресторане галерея каждую пятницу и суббота вечеринки формата припати самые модные диджеи и лучшие музыканты нашей страны вас ожидают на этих вечеринках мы знаем что у тебя есть опыт работы модельном бизнесе расскажи как ты туда попала бизнес коробка сказано но у нас беларуси может быть сейчас не знаю кстати тогда не я думаю что это не был бизнес это было хобби чистейшие все очень просто тоже получилось попала моделью да я попала в студию саши варламова как студентка бгу он бесплатно делал набор среди студента бгу поскольку его школа была при лице и да да и все так получилось что вот он мне предложил остаться и сразу как-то у меня и показы пошли и какие-то предложения сниматься фото сессии элегантные и стильные люди нашей страны подготовили для вас следующий наш материал на западе уже никого не удивишь громкими расставаниями звезд дженни френистон и брэд пит джонни депп иванесса паради джастин бибер и селена гомес сегодня мы вам расскажем о громких историях разрыва наших белорусских селебритис сергей лобковский солист группы цвета лое и марина были одной из самых красивых пар нашего шоу-бизнеса когда я организовал концерт сольной группы цвета лое мне необходимо было привести афиши в академию музыки увидел девушку который просто обратился помочь и она мне с удовольствием помогла этой девушкой оказалась экс-солистка группы лас-вегас марина некрасова вскоре пара стала встречаться все было серьезно но серьезно это уже тогда когда два человека решают жить вместе гражданский брак у нас до этого не дошло а вот для девушки этот роман значил меньше чем для сергея я была настолько молода и юна нас связывали наверное общий интерес я на тот момент пела в группе лас-вегас мы вместе с сергеем были очень активно в жизни мы включали концерты мероприятия выставки после годового романа пара все-таки рассталась инициатором стала марина возможно какой-то период нам стало вместе достаточно сложно и вот именно в этот период появился саша ребята сейчас оба не свободны сергей женился на журналистке марии богатырь а марина вышла замуж за футболиста александра гутера по словам сергея с бывшей возлюбленной у него хорошие отношения очень хорошо общаемся мы друг друга поздравляем с праздниками однако марина утверждает что не все так гладко было в их разрыве у сергей наверно был настолько расстроен и огорчен что в изданиях прессе он немного не лицеприятно обо мне высказывался говорил что этом за телефон продалась к тому же в отличие от сергея который готов познакомить бывшую избранницу с женой марина бы не спешила с таким решением у нас было с сергеем отношениях один такой момент камине драка так вцепились друг у друга и вот после этого саша очень долго хотел выяснить с ним отношения но несмотря на это бывшие возлюбленные все же согласились встретиться и поговорить как дела хорошо как ты на это подписалась расскажи я вообще не ожидал тебя тут увидеть если честно это уже а вот у романе двух скандальных исполнителей кати волковой и димы каминского поклонники узнали совсем недавно мы встречались а что здесь такого неделю это было лет семь или восемь назад тогда для молодой певицы эти отношения были первым серьезным романом о котором даже знала мама дима каминский был моим первым парнем про которого знала моя мама потом дима запел для меня это было вообще полным выстрелом в голову то что дима не певец я могу прям так сказать дима вообще не певец не танцор не артист хотя катя и утверждает о том что певец ее первая любовь дима настаивает на другом зачем углубляться как первым мужчина я не был ее первым мужчиной журналистка юля копылова эту историю подняла в своем интернет проекте о белорусском шоу-бизнесе тогда дима даже не пришел на интервью телеведущая такую агрессию объясняет просто катя была инициатором расставания дима еще пытался как-то наладить отношения и добивался но сердце кати было уже занято слова юли дима также принял в штыки мне кажется должны комментировать компетентные люди у своей бывшей возлюбленной он не хочет ничего слышать прежнего отношения к ней не будет потому что я был удивлен то что человек так может вспылить и высказать такие неприятные слова мою сторону наши следующие герои ведущая анастасия гониева и продюсер александр гузель прожили в браке 8 лет однако развод их не обошел стороной решение о разводе было мое это решение принималось и созревалось долго а потом как то вот ну как то так все и все настоящий успех к андрею гузелю пришел когда он стал продюсером александра рыбака я рада что рыбак в его жизни появился благодаря моему существованию то есть я все-таки сыграл какую-то положительную роль говорят именно известный норвежец и стал яблоком раздора в семье то что отношения с александром рыбаком и в принципе его жизнь в москве моя в минске сыграла какую-то негативную нотку при разводе да сейчас пара окончательно распалась андрей открыто в социальных сетях выкладывает фото с девушками а настя подарки от поклонников но так получилось что когда я приняла решение что наш брак нужно расторгнуть андрей удалил меня из друзей фейсбуке но у нас же друг общения остался поэтому я вижу как они снимают клипы я вижу его путешествие по там по россии я вижу его гастроли я за него искренне рада мы же надеемся что наши герои отпустили старые отношения и не живут прошлым ведь расставание это путь к новой жизни где у них надеемся все получится до зари весна без сна самые свежие тематические вечеринки формата flower power mad suckers также вас ждет шоу боди арта но для тех кто хочет окунуться в детство вечеринка с участием игрушек dance baby скажи пожалуйста это правда что ты родила 1 апреля да вот такая вот шуточка даже семья не поверила если честно потому что это все так случилось спонтанно кто у вас мальчик девочки девочка как назвали иванка иванка ивана с одним н я везде управляю вот иванка вообще да кто был инициатором вот именно это мое желание я много-много лет назад услышала и мне дико понравилось и я поняла что если когда-нибудь у меня будет дочь она будет иванкой что будем брат по обрадовался наверное да ну я все объясняю что это не счастье но приятно но и в принципе у нас в семье много анны иванов и от получилось что иванка сочетать себе даже эти два имени иван и она для всех хранительниц семейного очага сюжет в нашей программе хотите сладенького не вопрос в каждом уголке беларуси производят свои сладости но сегодня певица елена лебедева узнает секреты создания трех самых крупных брендов и начнем с компаний чья история насчитывает более 100 лет где-то снега у меня в душе 1905 году когда в минскую городскую праву было написано заявление георгием рачковским о просьбе открыть копейню пекарню кондитерских изделий через 25 лет предприятие переименовали в честь великой октябрьской революции и стали строить новые корпусы на том же месте где они находятся и сейчас в городе минске но в последние годы много сил вложено в модернизацию за прошлый год предприятие на модернизацию потратила 225 миллиардов белорусских рублей в ближайшее время мы попробуем новые виды конфет от любимого производителя а вообще ежегодно компания выпускает около 20 новых сортов но не все они приживаются среди покупателей скажите сколько сладости в день производится а вот сколько вы думаете вообще фабрика тот он день сладостей производит экскурсия по заводу коммунарка оказалась очень интересной и сладкой но ведь это не единственный крупный производитель шоколада многим белорусам по сладости от компании спартак в 2014 году фабрика спартака празднула свое 90-летие о том что шоколад вызывает гормон радости известно всем а знаете ли вы что шоколад может служить помощником в личной жизни считается что шоколад является одним из сильных стимуляторов половой активности он также снижает кровяное давление понижает уровень холестерина в крови но совершенно новый и уникальный продукт который представила компания это батончики мюсли они способствуют выведению из организма радионуклидов солей тяжелых металлов и холестерина идея здорового питания на волне популярности и производители об этом знают так и компании видьба не отстает от тенденций копии являются новинкой от компании видьба это абсолютно новый продукт является здоровым продуктом сейчас пользуется большой популярности у молодежи которая ориентирована на здоровое питание но есть много полюбившихся рецептов компании которые не теряют свою популярность через поколение а вот эти батончики сама детского помню на действительно в этих батончиков традиционная рецептура она не менялась протяжении 25 лет за это время было выпущено больше 300 миллионов штук этим количеством выложив батончики друг за другом можно покрыть расстояние земного экватора супер так сегодня мы приоткрыли вам некоторые секреты успеха крупнейших сладких брендов беларуси но это еще не все смотрите нас на следующей неделе и узнаете о крупнейших компаниях производителях белья теперь о телевидении и о вашей телевизионной семейной династии твой брат работает на телеканале беларусь один иван да я пришел первый я то есть я младший на всякий случай если младше ты первая пришла да а потом а как его не попал на телевидение история наверное мало кто в нее верит но это чистейшая правда однажды мы вместе отдыхали в турции у него очень серьезная работа была я гривай ну тебе уже скоро на пенсию на самом деле ну выслуга лет будет я говорю ну тебе всегда нравилась журналистика сто процентов я думаю что если бы не я то со временем он бы стал спортивным журналистом это точно потому что он в спорте разбирается ему не надо смотреть как говорится наши новости вот я говорю давай попробуем всегда не хватает мужчин мужчин ведущих новостных это проблема я знала об этой проблеме поскольку я работаю девушки часто приходят на роль ведущих от мальчики не очень и у него еще оставался отпуск он был у меня в минске и я ему звоню говорю срочно собирайся быстро к нам на макайонка вот у меня трехчасовые новости прочитаешь мой текст он конечно обезумевший как что ничего он в отпуске он надел пиджак и дениса курьяна вот и прочитал мои новости для него это не проблема говорю опять таки спорте блестяще разбирается с первого раза и год думал на предложением и фактически сразу сказали у тебя есть шанс но он год думал и все-таки при согласился согласился все сюжеты программы вы сможете посмотреть и скачать на сайте леди тут бай мы же перейдем к другим новостям последнем сюжете наша рубрика звездные родители продолжается и на очереди рокерская семейка исполнителя дяди вани его жена наталья и дочь мирослава в новую квартиру семья в обещевич въехала всего полгода назад новое жилье заслуга дочери мирославы ее появление у меня даже не было такой мысли что нужно как-то может там расширить свою однокомнатную квартиру нам вполне все было нормально потому что мы приходили только ночевать в остальное время мы работали дизайн мебели дядя ваня придумывал сам выглядит оригинально и с характером особый подарок жене оборудованное место для танцев наталья профессиональная танцовщица а зам этого мастерства старается научить и дочь и сейчас ноги колени руки ставим правильно молодец мирослава очень активная поэтому не может долго заниматься одним делом например на новый год ей подарили синтезатор но пока на нем играет больше папа музыкальные вкусы родителей и ребенка абсолютно сходятся так ребенок в рокерской семье растет рокерский мирослава любит мультфильмы про монстриков ходит в розовых берцах и поет очень эмоциональные песни традиции в этой семье стали появляться тогда когда появился ребенок иван и наталья признаются они очень изменились с появлением дочери конечно празднование ее дня рождения это наверное самая главная традиция прошлом году у нас в прошлом году катались на лошадях и хотя мирослава уже освоилась и готова была продемонстрировать нам все умения наша встреча подходила к концу следите за нашими следующими выпусками официальный партнер программы белак друзья телевизор это пульт дистанционного управления телезрителями а нашей сегодняшней героини была телеведущая анна эйсмонт анечка огромное спасибо за то что нашла время прийти к нам в гости спасибо что пригласили вы смотрели женский журнал xxl woman tv увидимся на следующей неделе до встречи и Субтитры сделал DimaTorzok